Привет, бойцы! Вы, как всегда, на канале MobileGamer. Первый сезон KillUti Mobile в самом разгаре, поэтому всё больше и больше игроков рассуждают на тему возможного выхода зомби-режима в KillUti Mobile. Поэтому сегодня мы порассуждаем на данную тему, поэтому если тебе интересно, усаживайся поудобнее, и не забудь поставить лайк и подписаться на данный канал, чтобы быть в курсе всех самых интересных игр на Android и iOS. Но если тебе, как и мне, нравятся мобильные игры и ты любишь общение, то наш Discord сервер создан именно для тебя. Ссылочка будет в описании по данным видеороликам. Ну а мы начинаем. И перед началом видеоролика вы можете спросить, ты же говорил в своем предыдущем ролике по KillUti Mobile, что зомби-режима нам не видать. Да, вы правы, но я говорил насчет первого сезона. А сегодня мы поговорим о возможном выходе зомби-режима во втором сезоне всеми нами любимой KillUti Mobile. И первая зацепка, указывавшая на возможный выход с зомби-режима KillUti Mobile, связана с комиксом. Вернее, с комиксом про истребителей зомбарей, а именно про всеми нами любимых персонажей. Рихофина, Токио Масаки и Виктора Резнова. Ну а также про похороненного танка Дэмпси. Эти несколько персонажей явно указывают на возможный выход во втором сезоне зомби-режима. Ну а мы перейдем к следующей зацепке. И следующая зацепка связана с календарем ежедневного входа, в котором на фоне изображена закусочная карта, которая использовалась в альфа-тесте всеми нами любимой KillUti Mobile, и которую смогли поиграть некоторые люди. Также, еще одна зацепка связана с продолжительностью первого сезона, так как ранее нам приходилось ждать около 29 дней, а нынешний сезон будет длиться аж 43 дня. И так как, к примеру, обычно, что делали разработчики? Добавляли всякие кейсики, события, новые карты, персонажи и так далее. И все это они успевали сделать именно за 29 дней. Поэтому, скорее всего, такая продолжительность первого сезона связана с возможным выходом зомби-режима во втором сезоне. Так что будем на это надеяться. Ну и последний, как по мне, самый важный факт, предлог о возможном выходе зомби-режима во втором сезоне KillUti Mobile связан с постом. А именно, один пользователь спросил у немецкого подразделения KillUti Mobile, стоит ли ждать скорого возвращения зомби-режима во втором сезоне KillUti Mobile? На что поддержка ответила данному игроку? А именно, то, что вы слышите крадущуюся нежить темноте. Слышите ли вы крики вдалеке? Нет. Прислушайтесь, и вы услышите их. Они найдут вас, и вам придется предложить им бой за свою жизнь, чтобы сбежать. Как по мне, просто так разработчики не дают нам загадки. Когда они давали нам какие-нибудь загадки, то что-то да выходило в каком-то сезоне. Поэтому я считаю, что данная зацепка одна из самых главных. И, возможно, сыграет решающую роль в возможном возвращении зомби-режима во втором сезоне KillUti Mobile. Ну а на этом у меня все новости по возможному возвращению зомби-режима. Будет интересно узнать в комментариях, верите ли вы в возвращение зомби-режима во втором сезоне мобильной колды. Ну а с вами, как всегда, был MobileGamer. Не болейте и играйте только в хорошие игры. Пока-пока, и увидимся уже в следующих видеороликах. Не только по KillUti Mobile, но и по другим мобильным играм. До скорого!